Здравствуйте, меня зовут Юля. Сегодня покажу свою большую посылку с сайта iHerb.com. На сайте была акция 5-килограммовую посылку. Можно было заказать за 4 доллара с помощью почтовой доставки Boxberry на пункт самовывоза. Я решила заказать что-то для себя, что-то для подружки, несколько съедобных продуктов и что-то из косметики. Первая моя покупка это две упаковки жевательного мармелада. Здесь 10 индивидуально упакованных пакетиков. В каждом содержится 25 грамм этих мармеладок. Сами мармеладки выглядят вот так. Видим мишек. В общем-то это обычный жевательный фруктовый мармелад, но в составе нет искусственных красителей. Содержится в них натуральный фруктовый сок и суточная доза витамина С. По калорийности 88 калорий. Не очень много. И в общем-то не съешь больше, чем положено. Удобно взять с собой. Стоит такая упаковка из 10 штук 4 доллара 10 центов по акции. Следующее, что я взяла, это две упаковки леденцов. В общем-то взяла их только из-за того, чтобы догрузить свою посылку до 5 килограмм, чтобы место зря не пропадало. По 78 грамм в каждой упаковочке. Первый вкус это фруктовые ассорти. Вот так они выглядят, индивидуально упакованы. И второй вкус это карамель. Вот так выглядят сами леденцы. Они сладкие, но здесь использован подсластитель, не сахар. Поэтому у них более низкий гликемический индекс. А по вкусу обычная карамель. Наверное, я бы не советовала покупать их на Херп. Можно что-то подобное найти и в обычном супермаркете. По стоимости они были 2 доллара 2 цента за каждую упаковочку. Приправу от Иден Фудс уже показывала в своих видео. На этот раз взяла ее для подружки. Здесь 60 грамм. Она стоит 7 долларов 84 цента. В составе белый и черный кунжут и сушеные водоросли. Сделана она в Японии. Сама использую уже вторую упаковочку. Очень мне нравится. Для добавления в зеленые овощные салаты. С удовольствием пользуюсь. Надеюсь, что подружке тоже понравится. И еще из еды взяла также для подружки квест-бар. Протеиновые батончики. 12 штук вот в такой коробочке. Внутри батончики выглядят вот таким образом. Они по текстуре напоминают марципан. Такие мягкие пластилиновые. Здесь 20 грамм протеина на каждый батончик. И всего лишь 4 грамма углеводов. В составе изолят протеина. Также есть в составе клетчатка. Миндальная мука. В качестве подсластителя эритритол. И сушеная клубника. По вкусу клубника с молоком. Я бы, наверное, для себя такой вкус не выбрала. Буду пробовать какие-то другие вкусы. Там на сайте очень много различных вариантов. Но в качестве такого более здорового перекуса. Вместо шоколадки или вместо булочки. Может быть, с чаем даже неплохо. Съедаешь буквально половину батончика. И уже есть не хочется. Очень интересно было попробовать. Но придется всю эту коробку, остальную отдать подружке. Далее. Косметика. Шампунь от Avalon Organics. Это бестселлер сайта. Попросила заказать подружку. У меня такой шампунь был. Но, в общем-то, я его использовала. И второй раз к нему возвращаться я не захотела. Производитель обещает более здоровую кожу головы. Более густые волосы. Но каких-то видимых результатов у меня не было. Поэтому я второй раз покупать не стала. По объему здесь 414 мл. Стоит такая бутылочка 8 долларов 47 центов. По текстуре шампунь достаточно жидкий, прозрачный. Расход у него большой. И пенится он не очень хорошо. Но очень-очень многим нравится. Надеюсь, что подружка тоже не будет разочарована. Для себя купила гель для душа от Метод. Здесь 532 мл. Стоит он 5 долларов 62 цента. Я выбрала аромат с белым чаем. Но он пахнет цветами. По текстуре обычный такой бело-жемчужный гель для душа. Пенится не очень хорошо. Но здесь в составе нет СЛС. Он более натуральный. Хотя я, наверное, второй раз не куплю. Что-то подобное можно купить и в наших обычных супермаркетах. Особого впечатления не произвел, к сожалению. Но я, конечно, использую его до конца. Обычный нормальный гель для душа. Две миниатюры зубной пасты Xily White от Now Solutions. Также бестселлер сайта iHerb. Я взяла две такие малышки по 28 грамм. Одну для себя, другую для подружки. По стоимости 1,51 доллар. При желании можно будет купить и большой вариант. Она тоже недорого стоит. По текстуре это полупрозрачный гель с мятным ароматом. Пока еще не пробовала, только успела открыть тюбик. Надеюсь, что понравится. Далее купила пудру от Physicians Formula. Здесь нет никакой пластиковой защитной пленочки. Вся упаковка пришла уже такая потертая. И, в общем-то, это выглядит достаточно дешево. Такой дешевый пластик. Слышала хорошие отзывы на YouTube об этой пудре. Я ее взяла не в самом светлом цвете. Называется цвет Creamy Natural. И на первый взгляд он, конечно, темноват будет для меня. Я пока пробовала носить только один раз. Пудра очень гладкая по текстуре. Очень нежная. Хорошо наносится. Как вы можете видеть, она состоит из таких различных вкраплений. Более темных и более светлых. И, насколько я поняла в обзорах, когда начинаешь этой пудрой пользоваться, то, когда снашивается вот этот верхний слой, внутри пудра более светлая. То есть, вот этих темных вкраплений становится все меньше и меньше. Поэтому, даже если не смогу ей пользоваться прямо сейчас, оставлю ее на лето. Может быть, куплю более светлый цвет. Здесь внутри есть зеркало, кисточка. Кисточка, к сожалению, совершенно бесполезная, синтетическая. Совершенно не понравилась мне. Только место лишнее занимает. Но, тем не менее, надеюсь, что пудра мне понравится. Здесь 9 грамм. Стоит она 13 долларов 99 центов. Она не содержит талька, но она не полностью натуральная. В составе есть парабены на последних местах. Кому это важно, обратите внимание. Далее, два продукта с салициловой кислотой. В своем последнем видео я говорила о лосьоне, который у меня испортился. К сожалению, не смогла им пользоваться. Тоже был с салициловой кислотой. Решила попробовать что-то новенькое. Много слышала хороших отзывов о таких дисках от Stridex. Я взяла себе вариант с двухпроцентной салициловой кислотой. 55 дисков здесь внутри. Они упакованы в пластиковую баночку. Вот так все это выглядит. Диски очень хорошо пропитаны. Ими можно пользоваться аж до трех раз в день. Для сухой кожи, конечно, этот вариант не подойдет. Может быть, просто наносить локально на какие-то воспаления или на Т-зону, где есть расширенные поры, черные точки. На сухие участки наносить не стоит, потому что, конечно, подсушивает кожу этот состав. Пользовалась уже раза три, наверное. Я так думаю, что все-таки мне будет достаточно одного раза на ночь. Но и под макияж тоже можно их наносить. Проблем никаких нет. Очень быстро этот состав высыхает на коже. Запах есть, но совершенно минимальный. Он пропадает очень быстро. И очень пока мне нравится этот вариант. Тем более, что стоит недорого. Всего лишь 4 доллара 28 центов. Там есть варианты и большего объема. Может быть, их выгоднее покупать. Но я решила не рисковать пока купить 55 штучек. И также там есть варианты с, по-моему, менее концентрированной салициловой кислотой для тех, у кого кожа более чувствительная, более нежная. Пока буду тестировать этот вариант. Пока довольна. Отзывы хорошие. Надеюсь, что этот продукт меня не разочарует. И второй вариант. Тоже 2% салициловая кислота. Это спрей для лица от LifeFlow. Здесь 237 мл. По составу это вода, спирт, салициловая кислота, смесь эфирных масел. Здесь есть масло чайного дерева, масло лаванды, камфора, масло мяты. Здесь аромат уже более выраженный. Пока не пробовала этот спрей. Не знаю, как он будет себя вести. Надеюсь, что он хотя бы не будет липким, не будет чувствоваться на коже. Предлагается наносить его непосредственно из распылителя на лицо. Не знаю, как это будет работать для меня. Может быть, придется воспользоваться все-таки ватным диском. Потому что если эта вещь попадет в глаза, наверное, будет неприятно. Потому что спирт все-таки, салициловая кислота, эфирные масла. Пока больше сказать нечего. Стоит эта бутылочка 15 долларов 12 центов. Буду пробовать. Внизу оставлю, как всегда, ссылочки. Если интересные отзывы других людей, которые покупали этот продукт, можете всегда ознакомиться, почитать. Тоже надеюсь, что он мне понравится. Также для подружки взяла два кусочка черного африканского мыла от Nubian Heritage. Она уже его пробовала, попросила заказать второй раз. Каждый кусочек стоит 3 доллара 47 центов. По объему 141 грамм. И еще одна моя косметическая покупка. Это набор кистей от Real Techniques. Называется этот наборчик NYX PIX. То есть, выбор Николы. Очень давно ждала этот набор. Как только он появился в продаже, решила его заказать. Здесь в составе кисть дуофибра для лица, кисть для румян, две кисточки для глаз и кисточка для подводки. Пока еще не пробовала его. Надеюсь, что кисточки мне понравятся. Помою их и начну ими пользоваться. Может быть, делаю даже отдельное видео с обзором или каким-то экспресс-макияжем. Покажу, как использую эти кисти. По стоимости 30 долларов. Единственная, наверное, моя претензия к этому набору. Это избыточная упаковка. И вот эта вкладка внутренняя очень неприятно пахнет таким китайским пластиком. Наверное, вот это единственный будет минус. Все-таки большое место занимают эти кисти в посылке. А так претензий по качеству нет. Я их уже достала, открыла, посмотрела. Кисти очень мягкие. По первому впечатлению очень понравились. Надеюсь, что и в использовании они тоже будут не менее хорошими. Ну и последнее, что сегодня покажу, это биодобавка, которая называется Mushroom Therapy от Rainbow Light. Здесь 60 капсул. Здесь находится смесь различных грибов для поддержания иммунитета. Буду пользоваться в простудный осенне-зимний период. Наверное, больше ничего сказать не смогу. Я не имею медицинского образования. Ни в коем случае никому не буду рекомендовать какие-то биодобавки. Внизу, как всегда, будет ссылочка. И если вам этот продукт интересен, сможете почитать отзывы других покупателей. По стоимости биодобавка от 20 долларов 99 центов. На этом мой обзор большой моей посылки с сайта iHerb закончен. Большое спасибо за внимание. Спасибо, что оцениваете мои видео, что оставляете комментарии. До свидания.